Жители Развилки давно ждали этой встречи. В местную школу, где проходил форум, пришли в основном те, кто всю жизнь прожил в этом посёлке. Проблем накопилось предостаточно, а потому после краткой вступительной речи посыпались вопросы. Задавали их в основном представители советов домов. Каждый хотел узнать, будут ли проводиться какие-либо работы в их доме. Генеральный директор управляющей компании ЖКХ отметил, что в этом году запланировано отремонтировать в посёлке 45 подъездов. Если в прошлом году было освоено здесь всего около 5 миллионов, проведено работ на эту сумму, то сейчас мы более 30 миллионов заложили. Здесь будет комплексно отремонтировано очень большое количество подъездов, заявочный ремонт, который мы зафиксировали в 2016 году, и большое количество работ, которые сейчас надо будет ещё уточнять со старшими. Осуществлять работы, а также содержать территорию, станет подрядная организация, которая выиграла конкурс. У местных жителей была возможность познакомиться с руководителем этой организации Михаилом Селивёрстовым. У вас мы будем делать водоотведение, значит, внутренних водостоков, три подъезда, это где-то около 24 метров. Контролировать качество работ будет управляющая компания, а также сами жители, вопросы от которых во время встречи не заканчивались. Несмотря на то, что по регламенту на форум было отведено полтора часа, модератор мероприятия Иван Самулин уверил, ответы жители получат на все вопросы. К слову, кроме жалоб и предложений были ещё и слова благодарности. Хочу сказать хорошие слова, предложение не жилья, это наше. Угород производится в доме, в маленьком доме, я хотела бы их нашёл. Это у нас облегка, плохой дом, и разные жители, но в общем, в целом, проходит хорошо. Кроме ремонтных работ в домах, в этом году предусмотрены и работы по благоустройству. На территории посёлка до конца года появятся две детские площадки у домов номер 22 и 29, площадка воркаута, демонтируют портящие вид гаражи ракушки, установят новые опоры освещения, в том числе и в ряде деревень. Каждый неравнодушный житель развилки хочет, чтобы его дом и двор стал лучше. И как, к примеру, считает Ирина Пентелина, проживающая здесь более 50 лет, забота о посёлке должна быть в руках, в том числе и у них самих. Всегда у медали две стороны. Одна сторона варварства со стороны жителей, кто-то кидает конкретно этот мусор. То есть сами жители. Не мусорить. Это одна сторона медали, вторая сторона медали. Если люди призваны убирать этот мусор, они просто обыкновенным образом должны это выполнять. Третьей стороны быть не может. Надо быть просто взаимно вежливы по отношению друг к другу. Старшее поколение вспоминает времена, когда развилка была красивой, цветущей, уютной. За что они её и любили. Задача нынешних жителей – вернуть посёлку яркий облик. Ну а хозяйствующим организациям им в этом помочь.